Современные проблемы. Все можно. Ну вот, значит, курс сборный. И, насколько я понимаю, вы ждете, что вам осветят самые передовые фронты современных научных исследований. И действительно, вопрос формирования и эволюции галактик это сейчас самое-самое горячее, самое-самое передовое, самое быстроразвивающееся и самое непонятное, что есть в астрономии. Ну, масштабы, сами понимаете, Вселенная, Галактики — это самые большие гравитационно связанные системы во Вселенной, которые мы наблюдаем непосредственно. Поэтому тема очень интересная, и за полтора часа я только, так сказать, пунктиром намечу самые горячие точки, которые только существуют в этой проблематике. Последние 20 лет прогресс в развитии нашего понимания эволюции галактик связан с тем, что с обводом в строй больших телескопов 8-метровых, 10-метровых стало возможно наблюдательно исследовать эволюцию галактик напрямую. Почему? Потому что чем дальше от нас галактика, тем на более ранней стадии эволюции мы ее наблюдаем, а наблюдаем мы сейчас очень далеко. Скорость света — это конечная величина, поэтому когда до галактики очень далеко, то свет от нее может идти миллиарды лет. И вот на этой картинке, если мы знаем геометрию Вселенной, а сейчас есть как-то commonly accepted, общепринятая космологическая модель с темной материей, с темной энергией, которая позволяет нам для всей Вселенной сразу оценить геометрию, и тогда мы можем посчитать в рамках этой геометрии, сколько до нас идет свет от галактик на разных красных смещениях. Есть формула на эту тему, а вот тут вот картинка, которая наглядно эту формулу демонстрирует. Если мы наблюдаем объект на красном смещении 0,5, 1, 2, 3, то сколько времени от него идет свет, но вот тут вот обратные величины, вернее, не обратные, а дополнительные величины отложены, сколько времени прошло от большого взрыва до того момента, в который мы наблюдаем галактику. Если мы ее наблюдаем на красном смещении 0,5, мы ее видим 5 миллиардов лет назад. Если мы ее наблюдаем на красном смещении 1, то мы ее наблюдаем 8 миллиардов лет назад. Сейчас уже большие выборки галактик наблюдаются на красном смещении 5, это всего 1 миллиард лет после Большого взрыва. Мы всю Вселенную на просвет уже наблюдаем с телескопами. И таким образом мы можем просто совершенно честно видеть галактики на разных стадиях эволюции и пытаться связать их в единую эволюционную последовательность. Это, конечно, не так просто, потому что на разных красных смещениях мы наблюдаем разные галактики, весьма похожие друг на друга. Поэтому, чтобы связать их, представить себя как галактика на красном смещении, пятерка превращается в галактику на красном смещении двойка, нам все-таки требуются какие-то модельные представления, механизмы физические, которые мы можем данной галактике презентовать, если мы представляем себе, что с ней происходит. И тогда мы можем как-то пытаться отдельные популяции галактик, отдельные объекты связать в эволюционную цепочку и проследить от практически начала времени, от начала эволюции Вселенной до современной эпохи, до Z0. Напомню вам, что возраст Вселенной сейчас оценивается как 13,8 миллиарда лет. Эта оценка следует из космологической модели, приложенной к наблюдениям анистерапии распределения температуры реликтового фона по небесной сфере. То есть, на самом деле, именно наблюдение, полный комплект распределения температуры реликтового фона по небесной сфере, он относится к красному смещению примерно 1300. Это очень далекие от нас времена, когда излучение отделилось от материи, или материя отделилась от излучения, появились первые нейтральные атомы водородные, и, собственно, появилась вот та материя, с которой потом начнут образовываться звезды и галактики. То есть, вот эти наблюдения, как наблюдения, обзор американского аппарата Уилкинсон микробаев анизотра бипроб, так и более поздние результаты европейского аппарата Планк, они относятся к красному смещению 1300. Но космологи уверяют, что они все очень хорошо понимают в своих моделях, что точности космологических параметров, которые описывают структуру Вселенной как целого, сейчас лучше одного процента, поэтому вот они пишут вот три знака после запятой, я скажу, не верьте, конечно, но, может быть, один знак после запятой – это действительно уверенная оценка. Значит, возраст Вселенной 13.8 миллиарда лет. И галактики, которые мы наблюдаем напрямую, они, соответственно, имеют возраст, начиная от 13 миллиардов лет с копейкой и вот, так сказать, дальше вглубь практически до полумиллиарда лет, скажем так. В Ближней Вселенной галактики по своей структуре выглядят по-разному, и вот этот разный вид отражается в морфологической классификации Эдвина Хаббла, которой мы до сих пор пользуемся, хотя прошло уже почти сто лет с тех пор, как он ее предложил. Были попытки усовершенствовать ее, и некоторые из них вполне, так сказать, резонные попытки, но, тем не менее, до сих пор народу удобно, и мы пользуемся вилкой Хаббла. В русском языке есть эквивалент, это по-английски «форк» – «Хабблс форк». Вот в русском языке есть более романтический эквивалент – это камертон Хаббла. У него есть ручка и у него есть зубцы. Здесь слева располагаются эллиптические галактики, структуры которых – это сфероид. Хабблу в свое время казалось, что это самое простое, что может быть. То есть у галактики есть один структурный компонент. Выглядят эллиптические галактики достаточно однородно, вы видите никаких особых деталек, однородный красный цвет. Поэтому можно было предположить из общих соображений, что и звездное население эллиптических галактик достаточно однородно. То есть имеет, грубо говоря, один возраст все звезды имеют. Справа располагаются галактики спиральные, а вот здесь на перепути между эллиптическими спиральными располагаются галактики линзовидные, которые, вообще говоря, по своей структуре – это родственники спиральных, а вот по своему однородному красноватому виду – это родственники эллиптических галактик. Поэтому они вот здесь на перепутье. Галактики дисковые отличаются от эллиптических галактик тем, что там больше сложности в структуре. То есть можно сразу сказать, что по крайней мере два крупномасштабных компонента есть. Это плоские протяженные диски и центральные сгущения, сфероидальные, которые называются балджами. Балджи и диски есть как у линзовидных галактик, так и у спиральных. Но у спиральных галактик вы видите, что в дисках наблюдаются мелкомасштабные структуры, спиральные ветви, области звездообразования. И вот Хабблу казалось, что эта структура более сложная, чем вот эта. И поэтому он сгоряча назвал галактики, которые слева, галактиками ранних типов, а галактики, которые справа, галактиками поздних типов. К нему неоднократно приставали. Не вкладывает ли он эволюционный смысл в эти названия? Может быть, он назвал эти типы поздними, потому что они сформировались позже, чем эллиптические галактики? Хабблу настолько надоели с этим приставаниями, что в самой последней публикации 1936 года на тему морфологической классификации он сделал специальное примечание, что названия не имеют никакого отношения к эволюции. Это чисто описательная вещь. Но ему, конечно, до сих пор никто не верит до конца, что он не вкладывал в эту схему эволюционный смысл. Но на самом деле, если Хаббл и предполагал, что эволюция идет слева направо, то, что из эллиптических галактик получатся спиральные, эта точка зрения наблюдениями очень быстро была опровергнута, как только расцвел наблюдательный этап исследования галактик, а это произошло в конце 60-70-х годов XX века, сразу стало ясно, что получить спиральные галактики из эллиптических практически невозможно. Ну, там есть много всяких аргументов. Эллиптические галактики в среднем намного массивнее, чем спиральные. То есть, чтобы сделать из эллиптической галактики спиральную позднего типа, нужно у нее 99% массы выкачать. Это невозможно. Поэтому через некоторое время, да, и когда я еще училась в конце 70-х, 80-х, была точка зрения очень популярна, что на самом деле разница в морфологии – это разница в начальных условиях. Ну, известно, что у эллиптических галактик очень маленький угловой момент. А спиральные галактики, наоборот, они быстро вращаются, вот поэтому момент у них там на порядок больше, на полтора порядка больше, чем у эллиптических. Вот может быть момент, говорили 40 лет назад, это то самое начальное условие, которое определяет в дальнейшем морфологический тип галактики. Вот, но потом снова все перевернулось, пришли космологи, всех очень убедили настойчиво. Вот, и уже в 90-е годы считалось, что, да, действительно, эта схема имеет эволюционный смысл, но направление эволюции справа налево. Сначала сформировались поздние диски, чистые диски, практически без балджей, у них и масса поменьше, вот, и образовать диски на самом деле проще, как я вам на нескольких последующих слайдах продемонстрирую. Вот, а дальше уже эволюция пошла налево, появились сфероиды в центре, а потом, если мы возьмем две дисковые галактики и устроим им слияние большой мержинг, то мы легко получим невращающуюся сфероидальную эллиптическую галактику. Вот, и вот эта вот идея, что эволюция есть вдоль схемы Хаббла, но она идет справа налево, она все 90-е годы доминировала. Потом, естественно, наблюдения, как я уже сказала, в последние 20 лет очень мощно продвинулись, и теперь мы понимаем, что все намного сложнее. У спиральных галактик и у линзовидных, вот тут, кстати, эта картинка из классической работы Кеннета Фримена 70-го года, тут как раз нарисован профиль поверхностной яркости звездного компонента для линзовидной галактики NGC 4459, это галактика линзовидная. Хотя в заголовке у Кеннета Фримена фигурировали спиральные галактики, но, тем не менее, по структуре они совершенно ничем друг от друга не отличаются. Галактики дисковые состоят, как я сказала, из протяженных звездных дисков, и в центре у них сгущение сфероидальное, которое называется балджем. Вот у этих двух звездных подструктур разные распределения поверхностной яркости по радиусу. В принципе, когда мы имеем дело с галактикой, допустим, на которую смотрим плашмя, и не можем сказать, что у нее там толще, что у нее там тоньше, вот мы можем отделить диск от балджа именно по форме профиля поверхностной яркости. У дисков это экспонента. Если мы возьмем в логарифмах, вот как тут написано, логарифм энергетических единиц, или, допустим, в звездных величинах 2,5 логарифма, то мы увидим просто прямую. Это экспоненциальный характер, экспоненциальная функция для распределения, для профиля поверхностной плотности и поверхностной яркости звездного диска. Для балджей более крутое распределение. Вот Фриман считал, ну у него выборка бы небольшая, вот Фриман считал, что профиль поверхностной яркости у балджей вакулеровский, довакулеровский, то есть логарифм пропорционален радиусу в степени 1,4, как у эллиптических галактик. Впоследствии, когда набрали статистику, оказалось, что чисто вакулеровских балджей мало, а подавляющее большинство балджей имеют профиль, где вот тут вот в степени стоит 1,2. Сейчас это записывается в более, так сказать, общей формуле, называется законом Серсика. Вот тут вот вместо четверки пишут N и считают его свободным параметром. В принципе, можно, так сказать, подгонять и для каждой конкретной галактики это N вычислять. Вот так, так сказать, выглядят галактики в Ближней Вселенной. И я вам сразу скажу, что в Ближней Вселенной доминируют спиральные галактики. Если мы пересчитаем все галактики в Ближней Вселенной до 50 мегапарсек от нас, то окажется, что 73% всех галактик – это галактики спиральные, 15% – это галактики линзовидные, и только порядка 3-5% – это галактики эллиптические. Но на самом деле этот процент, эта процентовка зависит от плотности окружений. Если мы возьмем скопление галактик, очень плотное окружение, где галактики упакованы, достаточно близко друг к другу, то там будет другой состав в процентах, там будет примерно 50-60% линзовидных и порядка 30% эллиптических, и совсем мало спиральных. Существуют весьма развернутые исследования, почему в плотном окружении скоплений другие орфологические типы феминируют, потому что, я бы сказал, тоже отдельный раздел исследования революции галактик, когда они попадают в плотное окружение. Как я уже сказала, мы можем наблюдать революцию галактик во Вселенной на просвет, если мы смотрим на галактик, на больших красных смещениях. Расцвела эта индустрия после угода в строе Керка и Ви-Л-Ти, но впечатляющие результаты были получены также Хабблским космическим телескопом, потому что у него отличное пространственное разрешение, одна десятая угловой секунды, поэтому можно изучать морфологию, структуру даже очень далеких галактик, которые совсем маленькие. И вот эта картинка относится к первому глубокому халовскому полю, так называемому северному глубокому халовскому полю, которое поступило к публикации к 97-му году. Выбрали площадку, небольшую, две минуты угловых, в созвездии Большой Медведицы на северном небе, и выбирали ее так, чтобы там возможности ничего не было. Вот смотрим на небо, а там ничего нет. Направили в Кузнехаловский космический телескоп, и две недели копили сигналы. И вот что получилось. Объектов, которые видите, много, из них звезд, ну вот, вроде как порядка сорока, вместе с белыми камерами. и больше двух тысяч галактик. Когда мы смотрим на слабые объекты, галактики начинают на любом участке неба, кроме Млечного Пути, решительно преобладать. Из этих галактик самая близкая, вот электрическая галактика, большая, находится на красном смещении 0.09, а несколько десятков галактик находится на красном смещении больше двойки. Вот тут впервые напрямую стали смотреть, как изменяется структура галактик с красным смещением. И выяснилось, что на красном смещении единица, то есть две трети времени жизни Вселенной. Хаббловские типы морфологические наблюдаются во Вселенной, то есть галактики можно классифицировать по камертону Хаббла. Вот здесь вот вы видите шикарный совершенно объект, он вот тут вот где-то внизу, в этом блокноте. Располагается галактика на красном смещении 1.01, спираль-плошняк, дивный красотой. Дивный. То есть действительно спиральные ветви, тут бак, центры, и все как по-общему. Но как только мы вводим на красное смещение полтора и больше, пропадают спиральные галактики как таковыми. Вот то, что в ближней Вселенной является доминирующим населением, на красном смещении больше полутора, отсутствует. И начинаются вот такие вот кульфологии. Кучки, цепочки, сгустков размером примерно от характерного мотива массы. Я присутствовал на генеральной ассамблее масс, когда этот результат впервые был доложен в обществу, и он привел в совершенный восторг космологов. Потому что до 97-го года космологи всех убеждали, что главное событие в жизни каждой галактики это большой межринг, это слияние. Астрономы сопротивлялись, но у космологов вот была такая доминирующая идея. И когда они вот это вот увидели, они сказали, ну вот же, мы глазами видим, как большие галактики собираются из маленьких слияниями, вот они сливаются из маленьких килопарсековых кусочков, сливаются в большие. То есть первая мысль, которую пытались применить для того, чтобы проинтерпретировать кардинальные изменения морфологии галактик на красных смущениях больше полутора, это то, что мы входим в эпоху, когда большие галактики радостно собираются из маленьких. Но астрономы все равно продолжали сопротивляться, не поверили и сказали, что это надо проверять. Мы и в Ближней Вселенной наблюдаем области звездообразования размером примерно 1 килопарсек, которые имеют поверхностную яркость куда выше, чем окружающие их области диска галактики, где нет такого интенсивного звездообразования. Может быть, на таких больших расстояниях мы просто не видим вот этот вот диск, который содержит отдельные крупные области звездообразования. Ну, оказалось, что астрономы в данном случае были, несомненно, правы. Доказать это было очень просто. Как только появилась панорамная спектроскопия на ВЛТ, получили поле скоростей для вот этих вот объектов, и выяснилось, что да, это отдельные области звездообразования внутри абсолютно срелаксированных, больших дисков, дисков, у которых вращение круговое, все как в Ближней Вселенной. Все хорошо. Это большие, срелаксированные диски, динамически устойчивые, вращающиеся с круговым вращением, а вот внутри них отдельные области звездообразования. Ну, это уже картинка, которая совсем недавно появилась вот в галерее НАСА. Я оттуда много своих картинок черпаю, они там красивые. Как себе представляют эволюцию Камертона Хаббла с красным смещением астрономы примерно сейчас. Вот эти 11 миллиардов лет назад это как раз красное смещение 2,5. Вот вы видите, что галактики были меньше, и вот те диски, которые тогда были, а дисковые галактики и тогда доминировали среди всех галактик, на самом деле, примерный процент дисковых галактик среди всех галактик Вселенной сильно не менялся в последние 10-12 миллиардов лет. Галактики на красном смещении 5, они тоже дисковые. Но эти диски выглядят по-другому. Они комковатые. Они комковатые, и вот эти газовые комки, в которых очень активно рождаются звезды, они имеют размер килопарсек-полтора, под них подстраивается толщина диска. Если у нас в диске сидят вот эти вот комки, грубо говоря, сфероидальные, то это значит, что толщина диска полтора килопарсека. Да, тут тоже диски, но они толстые, и дисперсия скоростей газовых облаков в среднем 70-80 километров в секунду это в пять раз больше, чем в современных спиральных галактиках. То есть, несмотря на то, что они регулярно вращаются, показывают круговое вращение, и считается, что они поддерживаются вращением, потому что скорость вращения больше вот этих вот 70-80 характерных скоростей хаотических движений газовых облаков. Но тем не менее, они соизмеримы. Отношения там единица, полтора, между скоростью вращения и характерной скоростью хаотической газовых облаков в диске. Поэтому, хотя это дисковые галактики поддерживаемым вращением, но тем не менее, это горячие диски, динамически горячие диски. Эволюция, которая идет дальше, вот мы приближаемся сюда, к нашей эпохе, состоит в том, что в дисковых галактиках идет звездообразование и увеличивается звездная масса, при этом увеличивается радиус, потому что звездообразование в дисковых галактиках идет сначала в центральных областях, а потом на периферии, так называемая эволюция inside-out. Сначала срабатывает гравитационная неустойчивость там, где плотность больше, там, где глубже потенциальная яма. Звездообразование проходит в центральных областях, потом постепенно сдвигается на периферию. Поэтому размеры дисков, радиусы дисков со временем растут. И третий параметр, который тоже измеряется и который растет, так сказать, еще сильнее, чем радиус и чем масса, это момент. Галактики раскручиваются. Вот почему они раскручиваются, это пока еще не очень ясно. Нет полного согласия у исследователей, какой механизм приводит к тому, что у галактики при фиксированной массе увеличивается скорость вращения. Но ясно уже, что момент растет, момент растет больше, чем все остальное. В десятки раз увеличивается момент. Ну вот тут вот метка поставлена 4 миллиарда лет. Я бы поставила метку 8 миллиардов лет красное смещение единица. Потому что именно на красном смещении единица произошло качественное изменение в характере, в структуре дисков и в характере эволюции. Вот здесь где-то на красном смещении единица началась аккреция в плоскости. Так, про аккрецию я вам дальше скажу. Подождите, это я забежала. В общем, изменилась геометрия приобретения газа галактикой и резко увеличилась скорость набора монента. То есть тонкие диски появились именно на красном смещении единица. До этого диски были толстые. В нашей собственной галактике уже давно под счетом звезд было выяснено, что у Млечного Пути есть два звездных диска. Есть тонкий звездный диск толщиной примерно 300 парсек. И есть толстый звездный диск толщиной 1,5 парсека. В Млечном Пути есть индустрия измерения возраста звезд. Поэтому мы точно знаем, что вот этот тонкий диск начал формироваться примерно 8 миллиардов лет на красном смещении единицы. Толстый диск сформировался значительно раньше, на красном смещении 2,5 парсек. и сформировался очень быстро. Это мы видим по химическому составу звезд, по соотношению обилия альфа-элементов и железа в звездах. Когда очень быстро формируется звездное население, у нас не успевает войти железо в него от сверхновых типа 1А. Поэтому отношение содержания альфа-элементов к железу не солнечное. Оно где-то в 3-4 раза больше солнечного. Поэтому мы знаем точно, что толстые диски формировались быстро. Ну и дальше я покажу вам другую картинку про масштабы звездообразования. Это поддерживается и другими оценками, независимыми по характеру звездообразования в дисковых галактиках на красном смещении 2. А вот как только мы переходим через риску Z равно 1 и входим в совсем, так сказать, ближнюю Вселенную, вот тут уже характерные времена звездообразования становятся значительно больше. Звезды образуются неспешно. Ну, вообще говоря, и газа тоже у них меньше. Если на красном смещении 2 доля газа в барионной массе превышает 40%, то сейчас, как вы знаете, это проценты. Ну, до 10 у спиральных галактик. Поэтому звездообразование уже существенно с меньшей интенсивностью и с большим временным масштабом идет. Отсюда и другой химсостав, и другой, но другой момент. Это просто от геометрии натекания газа, не от количества. Самая далекая галактика, которой сейчас точно известно, что она находится на этом красном смещении, на красном смещении 11. Это не тот конкретно объекта. Тут показана галактика, которую путем гравитационного линзирования удалось обнаружить. Вот на близком скоплении далекий объект линзируется, у него аж три изображения из-за того, что он линзируется. Но зато и усиливается яркость и смогли картинку получить красивую. Но это не та галактика, у которой есть оптический спектр. Примерно такой же объект. с оптическим спектром показал красное смещение по линиям 10.9, то есть, грубо говоря, 11. Вот до красного смещения 11 мы уже видим галактики напрямую. Это та эпоха, от которой мы можем прослеживать наблюдательно эволюцию галактик. И теперь мы уже знаем, что Z10 – это не начало. Если какие-нибудь там 10 лет назад вам космологи могли убедить рассказывать, что первые галактики образуются на красном смещении 5, 7, 10, то теперь уже ясно, что это не первичные галактики. У них, вообще говоря, уже металличность почти солнечная. И все началось значительно раньше. Сейчас время начала, когда начинают формироваться первые галактики, относят где-то на красное смещение 30-40. Сейчас полетел телескоп James Webb, ориентированный на наблюдение в ближнем инфракрасном диапазоне. Он как раз нацелен на то, чтобы искать галактики на красном смещении больше 10 в том самом инфракрасном диапазоне, куда нам красным смещением сдвигается излучение от далеких объектов. Как формируются галактики? Ну, так сказать, тут мы полагаемся на космологов, потому что космологи отлично умеют считать модели для всей Вселенной сразу. Во Вселенной в гравитации доминирует темная материя, поэтому общая картина состоит в том, что Вселенная изначально практически однородно заполнена темной материей, а дальше вот в этом однородном заполнении возникают некие флуктуации плотности, которые начинают на себя гравитации натягивать материал из окрестностей и из начально однородного распределения материи во Вселенной из-за того, что под действием гравитации материя начинает перераспределяться, со временем получается сильно неоднородное распределение темной материи во Вселенной. Вот это уже Z0, и вы видите, что гравитирующая материя сосредоточена вот в таких вот узлах крупномасштабной структуры, это все называется крупномасштабная структура Вселенной. У нее есть узлы, где считается, что располагаются скопления галактик, то есть вот эти темные галы имеют массу 10-15 масс Солнца, и между ними протянуты так называемые филаменты крупномасштабной структуры, такие веревочки, которые соединяют эти узлы, в них тоже есть темная материя, а барионы, которые по масти примерно, по плотности средней во Вселенной примерно в 6 раз меньше, чем темная материя, тем не менее, так сказать, должны повиноваться гравитации темной материи и за ней как бы следовать. Это очень простая физическая картина, абсолютно неверная, потому что дальше, если вы спросите космологов, вот действительно ли, ой, тут у меня нет этой картинки, которую всегда в популярных лекциях показывает Шпрингель. Вот такое распределение темной материи, которое получается в компьютерных симуляциях, очень похоже на реальное распределение галактик в Ближней Вселенной. Но на самом деле, если начать измерять параметры скучивания, а еще лучше начать их измерять на красном освещении, допустим, тройка, то выяснится, что галактики во Вселенной распределяются совсем не так, как темная материя. И космологи начинают вводить так называемый космологический байзинг. Почему мы видим барионы по-другому распределенными во Вселенной, не так, как темная материя? Там возникают некие коэффициенты, что барионы на самом деле собираются только в самых-самых глубоких потенциальных ямах, а вот тут, где их филамента значительно меньше, чем можно было бы ожидать от контраста к крупномасштабной структуре Вселенной. В общем, дальше начинаются сложности. Я уж не буду в них углубляться. Но на самом деле космологическая картина, согласно которой перераспределяется темная материя во Вселенной под действием гравитации, это сейчас общепринятая вещь, и это помогает построить ту теорию формирования галактик, которую мы пока что не можем обосновать из наблюдений. Итак, флуктуация натягивает на себя темную материю, и в какой-то момент, когда набирается масса равная джинсовской, у нас вот эта темная гала обособляется от расширения Вселенной и формирует, я показываю шарик, на самом деле у космологов могут быть огурцоиды, рогбиоиды, все что угодно, сфероиды из темной материи. Поскольку барионы обязаны следовать за темной материей, то считается, что они внутри этого темного гала, обособившегося от расширения Вселенной, они там, где реализуются барионы. И если мы возьмем темная гала, которая по массе, допустим, соответствует динамической массе Млечного Пути, 10-12 масс Солнца, то характерная температура бирилизованного газа внутри этого темного гала – это миллионы кельманов, это рентгеновский газ. Он, имея такую температуру, излучает, и когда он излучает, он остывает. Ну, вот тут, на этой картинке я ее поместил для того, чтобы видели иерархический характер всей этой эволюции. Из-за того, что сначала распределение было равномерным и флуктуация имеет контраст 10-5, у нас первыми образуются маленькие темные гала, а потом они собираются, сливаются, собираются во все более крупные гала, и весь этот процесс носит иерархический характер. Расчеты показывают, что, допустим, на красном смещении тройка типичные темные галы имели массу 10 в десятой. Ну, и можно с трудом на Z-3 найти там несколько галактик с массой как у Млечного Пути. Дальше иерархический процесс продолжается, и в современную эпоху самые крупные темные галы – это, как я сказала, 10 в 15 масс Солнца, это то, что соответствует скоплениям галактик. А типичные массы, вот те галактики, которых больше всего, это вот те самые аналоги Млечного Пути с темным гала 10 в 12. То есть вот это все относится к темной материи. Из этого иерархического предписания следует, что как бы сначала во Вселенной должны формироваться карликовые галактики внутри маленьких гала. Если у нас есть гала 10 в 9, хотя тут Z-3, а нам нужно уйти на Z-30. Ну хорошо, если у нас есть гала 10 в 8, то внутри него оборионов будет, как вы понимаете, в 6 раз меньше, и сформироваться могут только карликовые галактики. Поэтому космологи хотят, чтобы первыми во Вселенной сформировались карликовые галактики. А дальше вот эти темные галы будут сливаться, галактики тоже будут сливаться, и постепенно сформируются галактики покрупнее. В космологии изначально в классическом варианте космологических сценариев формирования галактик выделялись два основных этапа, которые переживает в своей эволюции каждая галактика. Значит, у каждой галактики есть период более протяженной спокойной эволюции, и есть короткие периоды бурных слияний. Спокойная эволюция – это вот в темном гала распределенный по всему объему темного гала горячий газ излучает и оседает в диск. Почему он оседает в диск? Потому что у гала и барионов изначально есть момент. Это тоже еще Пиблс в 1969 году всем объяснил, что момент – это начальная вещь, начальные условия. Почему? Вот у нас коллапсирует темная гала, а рядом есть другое темная гала. Они мимо друг друга пролетают и друг друга приливом гравитационным раскручивают. Поэтому темная гала, еще только-только сформировавшаяся и обособившаяся, получает момент некий, какой тоже, в общем, посчитано. А барионы внутри этого темного гала должны этот момент наследовать. Если у газовых облаков есть момент, они не могут падать в центр. Им вращаться надо. Вот поэтому они падают в диск. Вот поэтому, как я уже сказала вам раньше, проще всего образовать дисковые галактики. Есть начальный момент и у барионов, и у гала. Поэтому вот такое вот остывание газа приводит к формированию сначала газового диска, а потом, поскольку газ остыл, уплотнился, в нем формируются звезды, формируются звездные диски. Вот это первое, что должно случиться. Потом встречаются два темных гала. В каждом живет своя галактика. Они под действием гравитации встречаются, сливаются и формируют гала побольше темная. Внутри вот этих вот больших уже финальных продуктов галактики тоже в конце концов должны слиться. Вот опять же, когда я училась, еще почему-то считалось, что пара галактик – это стабильное образование. Вот есть одна галактика, вокруг нее вращается другая, луна же на нас не падает. Вот с галактиками космологи объяснили, что все не так. Если мы видим пару галактик, они обязательно сольются, потому что они сидят внутри гала из темной материи, и когда у нас вот этот спутничек обращается вокруг галактики побольше, он испытывает динамическое трение. Динамическое трение отбирает момент орбитальный. Поэтому в конце концов он вот так вот проспиралит, проспиралит и вот сюда сольется. Но это будет несколько позже, чем слились темные гала. Поэтому те, кто хотели поддержать космологов наблюдательными данными, очень долго пытались оценить темпы слияния галактик в ближней Вселенной и даже от единицы, просто подсчитывая пары. Но если мы видим пару, значит, вот это и есть темп мержинга. Потом, когда у нас слились галактики, получилась галактика покрупнее, слияние галактик с измеримыми массами у нас всегда дает стероид. Образовалась некая эллиптическая галактика, но на нее потом будет продолжать оседать газ, потому что это далеко не весь газ в этих галактиках. В современных оценках это проценты от барионной массы Вселенной. Поэтому тут есть еще газ в темном галл, и он будет продолжать оседать. И вот так нам говорили космологи в 90-е годы. Будут формироваться спиральные галактики ранних типов. В центре сфероид Балдж, а на него потом нападал диск. Вот из этой картины, которая, в общем-то, выглядела очень стройной, следовало одно нехорошее следствие, которое состояло в том, что эллиптические галактики — это самые молодые объекты в Ближней Вселенной. Они должны образоваться на Z01. Если они образуются чуть дальше от нас, то на них уже нападает газ, и они уже будут не эллиптическими, а спиральными. Вот это то, что этот сценарий, вообще говоря, в конце концов подкосило напрочь. Ну и третья фаза эволюции галактик по космологическим представлениям — это холодная аккреция. Вот это то, что сейчас все любят. Потому что космологи, наконец, предложили нечто, что понравилось наблюдателям, а наблюдатели с помощью этой холодной аккреции стали объяснять абсолютно все. Это отличная штука. Отличается вот это вот натекание газа на центральную галактику от горячей аккреции. Это специально называют горячей аккреции, потому что газ горячий остывает и падает. А вот тут вот он сразу приходит холодный. Вот он синенький. В центре у нас сидит галактика. Это вокруг нее горячая газовая гала, а со стороны вдоль космологического филамента, который узкий достаточно. Течет холодный газ. Он был вот здесь. У него вериальная температура не миллион кельвинов. Он холодный. Ну, десять четвертых. И вот он вдоль этого филамента течет на узел крупномасштабной структуры. Тут сидит галактика. И холодная струя навивается на вот эту центральную галактику. Это совершенно замечательная штука. Почему она всем нравится? Потому что газ приходит сразу холодный, формирует звезды во внешних частях галактики. И он несет с собой много моментов. Это вот то, о чем все мечтают. Чтобы за последние 8 миллиардов лет средний момент увеличился в 50 раз, он должен быть принесен. И вот это самый отличный способ его принести. Потому что холодный филамент может промахиваться мимо центра, мимо узла. И он приносит с собой орбитальный момент и навивается во внешних частях диска. Это то, что нужно. Поэтому холодная аккреция – это наше все сейчас. Все, что мы видим, мы сразу первым делом пытаемся объяснить холодной аккрецией. Плохо только то, что не все космологи согласны с тем, что холодная аккреция имеет место в правильных космологических моделях. Придумал холодную аккрецию Вишай-Дегель в 2006 году. И с тех пор, вот уже 15 лет, время от времени возникают расчеты, где говорят, нет, вот такого быть не может. Почему не может? Вот придумали, написали новый газодинамический код АРЭПа. У него больше физики, у него лучше пространственное разрешение. И говорят, ну слушайте, вот мы посчитались новым кодом, вот пришел холодный газ, вошел вот в это горячее гало, разогрелся и не дошел до галактики. Распространился по объему темного гала, стал горячим. Поэтому никакой холодной аккреции не произошло. Время от времени, да, возникают космологические расчеты, космологические модели, которые показывают, что никакой холодной аккреции быть не может. Но мы по-прежнему ею пользуемся, мы ее по-прежнему любим, потому что без холодной аккреции мы ничего не можем объяснить в том, что мы видим в эволюции дисковых галактик. Эволюция дисковых галактик. Вот это уже примерно та же картинка, но более развернутая. Вот те же самые 11 миллиардов лет назад, красное смещение 2,5. Как я уже сказала, эволюционирует масса из-за звездообразования. Эволюционирует размер из-за того, что звездообразование ползет по радиусу. И эволюционирует момент, из-за этого мы начинаем с этого возраста получать тонкие диски. А в тонких дисках мы получаем спирали, бары, потому что неустойчивости могут развиваться только в тонких дисках. В толстых дисках не будет ни спирали, ни баров, они динамически устойчивы. Вот тут у нас уже есть спиральные ветви и все, что положено. Значит, как я уже сказала, звездообразование и аккреция. Вот это два главных момента, которые определяют эволюцию дисковых галактик. Откуда пришла идея о том, что нужна постоянная внешняя аккреция? На самом деле, она зародилась еще в 80-е годы 20-го столетия у тех, кто изучал химический состав звезд в Млечном пути, кто изучал химическую эволюцию галактик. В нашем Млечном пути хорошо то, что мы можем достаточно точно изучать химический состав большого количества звезд, но вот, допустим, в пределах двух килопарсек от Солнца получается отличный спектр с высоким разрешением и отношением сигналов, что сотни или двести. И мы можем мерить линии и изучать подробно химический состав. Не просто металличность, водород, гелий и металлы, а мы можем изучать отдельно содержание разнообразных элементов. И вот еще в 80-е годы, когда появилась первая статистика по химическому составу звезд, в тонком диске в окрестностях Солнца выяснилось, что металличность этих звезд никак не коррелирует с возрастом. Вот начал формироваться тонкий диск Млечного пути 8 миллиардов лет назад, вот первые звезды, которые тогда сформировались, имели солнечную металличность. И вот куда ни посмотри, наше Солнце сформировалось 4,5 миллиарда лет назад, оно имеет солнечную металличность. Сейчас формируются звезды с возрастом, приближенным к нулю, у них тоже солнечная металличность. Это очень странный и как-то контринтуитивный факт. Потому что когда у нас все время формируются новые звезды, они горят, испытывают термоядерные реакции, синтезируют новые тяжелые элементы. Звезды умирают, взрываются сверхновые. Новые тяжелые элементы, вновь синтезированные, выбрасываются в межзвездную среду, они должны войти в следующее поколение звезд. Из совершенно общих соображений, чем моложе звезда, тем выше должна быть ее металличность, если все время шло звездообразование. А в диске Млечного Пути последние 8 миллиардов лет все время идет звездообразование. И тем не менее, металличность у нее не растет. Поэтому уже в 80-е годы была предложена идея, которая разрешает этот парадокс. Идея, что все время на тонкий диск валится снаружи газ с нулевой металличностью. Вот прошло звездообразование, сформировались новые тяжелые элементы, выброшенные в межзвездную среду, и тут падает облако с нулевой металличностью. Все перемешивается, металличность снова уходит вниз. Поэтому исчезает корреляция возраст-металличность. Идея оказалась очень богатая. Да, действительно, с внешней акреции газа с низкой металличностью, с нулевой металличностью можно строить модели химической эволюции. Все получается. После 2000 года в нулевые пришел другой аргумент для того, чтобы обосновать необходимость постоянной акреции внешнего газа. Появилась статистика по содержанию молекулярного газа в большом количестве спиральных галактик. Из молекулярного газа формируются звезды. Закон Кейнгута-Шмидта для молекулярного газа – темпы звездообразования пропорциональной плотности молекулярного газа как глобально, так и локально. Из чего следует, что если мы поделим измеренную в галактике массу молекулярного газа на текущий темп звездообразования, мы получим время исчерпания этого газа. И вот оно во всех галактиках Ближней Вселенной, в спиральных галактиках Ближней Вселенной, оказалось одно и то же. Это порядка двух миллиардов лет. Во всех галактиках, независимо от массы этих галактик, независимо от темпов звездообразования, все равно два миллиарда лет застрелить. Вот тут вот это показано. Плотность может быть разная, а время исчерпания – два миллиарда лет. Вот. Масса галактики может быть разная, а время исчерпания – два миллиарда лет. Вот здесь, на этой картинке. А возраст тонкого диска – восемь миллиардов лет. А звездообразование шло все время. Понятно, что, чтобы, так сказать, избежать вывода о выделенности сегодняшнего момента, нужно, чтобы все время газ в диск подкачивался, приходил. И эта идея так понравилась уже всем. Это были 2000-е годы. Идея внешней аккреции холодного газа примеряла наблюдателей и космологов. Так что теперь уже среди экстремистов, строящих модели эволюции дисковых галактик, преобладает идея о равновесной эволюции. Равновесная эволюция состоит в том, что сколько газа упало, столько и превратилось в звезды. Вот приходит газ, превращается в звезды. То есть состояние дисков спиральных галактик последние восемь миллиардов лет стационарное. Ну, это красивая картинка из той же базы данных НАСА, не НАСА, ЕСА, ЕСА-НАСА, про холодную аккрецию. Если мы имеем спиральную галактику с могучим звездообразованием, то из этих областей звездообразования в диске, вообще говоря, газ может выбрасываться. Потому что молодые звезды — это источники энергии. Это источники звездного ветра, массивные звезды. Когда взрываются сверхновые, они сбрасывают оболочки и не только кинетическую энергию впрыскивают в межзвездную среду, но и излучение могучее от сверхновых. Здесь 51 арктикун, вы все знаете. То есть и кинетическая, и радиативная энергия от звездообразования все время подкачивается в межзвездную среду, которая придает энергию этим облакам вокруг, и они могут выбрасываться из областей звездообразования. Это называется галактические фонтаны. Они выходят из диска, потому что тут плотность большая, далеко не улетишь, а тут плотность снаружи маленькая, можно улететь. Облака выбрасываются. Это наблюдается. Сейчас существует отличная статистика наблюдений, как в 21 сантиметре, толстые килопартековые, много килопартековые газовые диски вокруг галактик спиральных сребра. Вот здесь на этой картинке показано, что это наблюдается на просвет, если у нас есть далекий квазар, луч от которого проходит через облако, и это облако выедает на красном смещении галактики линии поглощения. Это тоже сейчас богатая индустрия наблюдательная, много наблюдают. Можно даже химический состав облака померить по этим линиям, потому что не только водород, не только Лайман-альфа, не только водородные линии, но и линии тяжелых элементов наблюдаются в этих спектрах квазаров заднего фона. Поэтому это богатая индустрия. Мы знаем, что такие облака действительно летают. Высокоскоростные облака, которые сначала были обнаружены в 21 сантиметре, и потом померили спектрами объектов дальнего фона и все выяснили про них. Это не первичные облака, не нулевая металличность. Это не тот газ, который космологи обещали в темном гала, сконденсировался в облака. Нет. У этого газа тоже металличность, близкая к Солнечной. То есть это последствия выброса газа из диска галактики в результате так называемого фидбэка обратной связи из областей звездообразования. Что происходит с этими облаками дальше? Они вообще, говорят, далеко не уходят. Энергию, конечно, им придают, но не настолько, чтобы они ушли существенно за пределы галактики. Они тут поболтаются и потом падают вниз. Поэтому стрелки, как вы видите, нарисованы в разные стороны. Это позволило Филиппо Фротернали, классик современный исследований галактики, предложить идею, откуда может взяться газ, кроме филаментов, откуда еще может взяться газ для подпитки звездообразования в диске спиральной галактики. Вот эти облака, которые вылетают из фонтанов, они летят по баллистической траектории. Вот так он нарисует. Из центра вылетают и летят налево по баллистической траектории. И в кельваторе захватывают горячий газ гала, первичный, который остывает в кельваторе. Поэтому это облако, когда падает обратно, оно приносит не только тот газ, который унесло с собой из диска, но и какую-то часть прихватывает охлажденного газа из горячего гала. И это, в принципе, по расчетам Фротернали, могут быть массы Солнца в год, то есть, в принципе, близко к тому, чтобы обеспечить современные темпы звездообразования в Млечном пути. Это второй механизм аккреции внешнего газа, который предлагают теоретики, который, в принципе, тоже рабочий. Ну и третье, что я лично очень люблю, это поглощение спутников. Малый Мержинг – это тоже наше все. Кто любит космологические филаменты, а я лично очень люблю Малый Мержинг. У каждой галактики есть спутники, и спутники на нее должны падать, как нас воспитывают космологи. Когда на Большую галактику падает маленький спутник, а Малый Мержинг – это отношение масс 1 к 10 и меньше, то диск Большой галактики не разрушается. Вот Большой Мержинг диск всегда разрушает, получается, сферой, а Малый Мержинг диск не разрушает. Но что он с ним делает? Он его динамически греет. Когда мы смотрим с ребра, мы видим, что когда упал спутничек с массой 10% от массы хозяйской галактики, диск может разогреться и станет толстым звездным диском. Он был тонким звездным диском, он станет толстым звездным диском. Это, в принципе, позволяет, допустим, строить отдельные модели для формирования толстого диска Млечного Пути на основе Малого Мержинга. Все равно спутники должны падать. Соответственно, диск должен греться. Что еще может сделать Малый Мержинг? Еще он может растить балдж. Вот тут показаны модели лишь Моралса товарищи. Вот у нас был изначально диск с экспоненциальным профилем. Показатель Серсика единица. Даже в центральной части. То есть диск в центральной части имел экспоненциальный характер распределения поверхностной плотности по радиусу. Вот упал спутник. Если в спутнике мало газа и много звезд, то конечная стадия вот этого Малого Мержинга, когда весь спутник рассосется в диске хозяйской галактики и, вообще говоря, придет к центру из-за динамического же трения в диске, то в центре сосредоточатся звездные компоненты этого упавшего спутника, и параметр Серсика растет, вы видите, вплоть до четверки, вплоть до довокулеровского профиля. То есть Малый Мержинг не только динамически греет протяженный звездный диск, но он и наращивает балдж, доводя его до вида классического довокулеровского сфероида. Ну и тут я плавно перейду, так сказать, к остановке звездообразования. Вот это тоже очень модный сейчас термин, называется по-английски «квенчинг». В галактиках звездообразование может останавливаться. Ну, ближней Вселенной 73% спиральных галактик, в которых звездообразование идет, и 15% дисковых галактик, линзовидных, в которых звездообразование уже не идет. Вот. То есть, в принципе, звездообразование в дисках можно остановить. Вот теоретики предлагают кучу разных механизмов, как остановить звездообразование в галактике. Но если мы ее уроним в скопление, там все проще. Там горячий рентгеновский газ выдувает собственный холодный газ галактики, звездообразование прекращается. Но если мы возьмем все вот эти 15% линзовидных галактик в ближней Вселенной, из них едва ли четверть проживает в скоплениях, а три четверти проживает в разреженном поле. А звездообразование все равно уже остановилось. Поэтому очень активная работа у теоретиков, так сказать, мыслительно идет, как остановить звездообразование в дисковой галактике, если она не в плотном окружении, а в разреженном. Вот это один из вариантов. Называется морфологический квенчинг. Если у нас в галактике в дисковой вырастает могучая сфероидальная компонента в результате, допустим, множественного маломержинга. Как показывают динамики в своих расчетах, сфероидальная компонента стабилизирует газовый диск. Чтобы шло звездообразование, диск должен быть тонким и неустойчивым. Как только мы получаем мощную сфероидальную компоненту, газовый диск, газ может быть. На самом деле в линзовидных галактиках газ есть. В половине линзовидных галактик просто обнаружены массы холодного газа, 10-8-й, 10-9-й массонс, пожалуйста. А звездообразования нет. Почему? Вот, возможно, поэтому. Потому что нарастили они мощный балл, что он стабилизирует газовый диск. Но мне лично все-таки больше нравится идея с формированием толстых дисков на красном смещении двойка. Тогда звездообразование было очень эффективно. Сейчас я вам покажу еще на эту тему картинку. Характерные времена тогдашнего звездообразования были примерно полмиллиарда лет. То есть, несмотря на то, что газа в дисках было много, темпы звездообразования были такие, что весь этот газ, время исчерпания было не 2 миллиарда лет, как сегодня, а полмиллиарда лет. В принципе, расчеты показывают, что если мы имеем вот такой вот комковатый диск на красном смещении двойка, где процент газа 40%, в барионной массе 40%, где нет никакого балджа, еще чистый диск. И вот из-за неустойчивости он имеет такой комковатый вид. Звездообразование проходит. Это расчеты Бурно. Звездообразование проходит, и через миллиард лет мы получаем диск. Вот, посмотрите, толстый диск, в котором уже никакого звездообразования нет. И это, на мой взгляд, очень похоже на современные линзовидные галактики. Линзовидные галактики – это те галактики, которые на красном смещении двойка прошли вот этот процесс эффективного звездообразования в толстом диске, а потом не получили источника внешней аккреции. Ну вот, допустим, NGC 4570 – это галактика, проживающая в скоплении Мирга. Внутри скопления нету никаких источников холодной аккреции, потому что там горячая межгалактическая среда, все филаменты разрушены. Нету внешней аккреции, спутники тоже сорваны гравитационным потенциалом скопления, и мы имеем толстый звездный диск с возрастом 12 миллиардов лет без звездообразования. Значит, про звездообразование. Звездообразование – это один из определяющих процессов. Первый определяющий процесс – это аккреция холодного газа, а второй определяющий процесс эволюции в дисковых галактиках – это звездообразование. Опять же, не так давно, только когда уже набрали статистику в обзоре СДСС, вдруг выяснилось, что статистически темпы звездообразования в ближней Вселенной, в галактиках ближней Вселенной пропорциональны звездной массе. Вот тут вот звездная масса по оси Х, а вот тут вот темпы звездообразования в массах Солнца в год, интегральные. И галактики из обзора СДСС, вот сколько их там есть, несколько тысяч в ближней Вселенной, столько их туда и накидали. Прямая пропорциональная зависимость – темпы звездообразования пропорциональны звездной массе. Народ так поразился этому открытию, что назвали вот эту корреляцию «главная последовательность». Объясняли… Нет у меня тут картинки, нет, я ее выкинула, была у меня картинка, которая объясняла аналогию. Когда у нас галактика сидит на главной последовательности, она образует звезды в ламинарном режиме. В принципе, темпы внешней аккреции, они должны быть тоже пропорциональны звездной массе, да? У нас есть потенциал – галактика тянет на себя внешний газ. Вот сколько она на себя натянется, столько превратится в звезды, и это процесс абсолютно такой вот ламинарный, то есть без каких-то особых флуктуаций. Вот он течет и превращается в звезды. И вот в таком состоянии галактика формирует полностью свой звездный компонент, за время сомнимое с Хаббловским. А вот тут наверху есть очень многочисленные галактики Ближней Вселенной, у которых современные темпы звездообразования существенно превышают средние темпы звездообразования за время жизни галактики. Значит, средние темпы звездообразования за время жизни галактики – это звездная масса, деленная на возраст галактики, ну, грубо говоря, на возраст Вселенной, на Хаббловские 13 миллиардов лет. А в некоторых галактиках мы видим современные темпы звездообразования, которые существенно превышают это Хаббловское время. Не так я сказала. Если мы возьмем звездную массу и поделим на современные темпы звездообразования, то для этих галактик мы получим очень короткие времена. И это очевидно, что они, вот эти темпы высоких звездообразования, не могут поддерживать 8 миллиардов лет. Это короткая фаза, это вспышка. И вот эти староверсты, вспышки звездообразования, вот тут вот выписано определение, если у нас отношение текущих темпов звездообразования к среднему за время жизни галактики превосходит, допустим, тройку, то классифицируется галактика как галактика со вспышкой звездообразования. Вот таких галактик много, а вот таких галактик мало. Ну вот в ближней Вселенной, допустим, Арм-220 их ассоциируется с событиями Большого Межинга. Если у нас две галактики с приличным количеством газа сливаются, они не только образуют звездный сфероид, но они еще и кидают весь свой газ в центр. И там, в центральном килопарсике, весь газ сосредотачивается, все десятьдесятые, и поэтому случается могучая вспышка звездообразования. Лирги у лирги. Но самое удивительное оказалось, что когда посмотрели на красное смещение двойка, то там тоже увидели главную последовательность. Вот космологи нас долго убеждали, что основное событие в жизни любой галактики, каждая крупная галактика должна испытать Большой Межинга. Когда им сказали, что в ближней Вселенной вот таких галактик очень мало, им сказали, ну хорошо, ближняя Вселенная – это Вселенная, которая уже сильно расширилась, расстояние между галактиками большие. Посмотрим на дальнюю Вселенную, на красное смещение двойка, когда космические темпы звездообразования были на порядок выше, чем сейчас, и когда галактики были достаточно близки все друг другу из того, что Вселенная была меньше, и им легче было слиться. Вот там-то мы должны увидеть массовые слияния, которые должны, соответственно, приводить ко вспышкам звездообразования. Но когда посмотрели на статистику галактик на красном смещении двойка, это статистика с космического телескопа. Гершель, самый большой инфракрасный телескоп космический, который летал ему, просто поставили конкретную цель – измерить темпы звездообразования у галактик на больших красных смещениях по далекому инфракрасному потоку. И Гершель смотрел на красное смещение двойка, на красное смещение тройка, на красное смещение четверка, и сколько мог, 10% небесной сферы обозрел, и сколько мог у всех далеких галактик померил темпы звездообразования. И что же вы увидели? Увидели, что на красном смещении двойка по-прежнему большинство галактик сидит на главной последовательности, то есть их темпы звездообразования пропорциональны звездной массе. Эта главная последовательность по темпам звездообразования плоско-параллельно выше современной. Как я уже сказала, если у современных галактик на главной последовательности время исчерпания газа 2 миллиарда лет, то у галактик на Z2 это полмиллиарда лет. Но это плоско-параллельный перенос. По-прежнему большинство галактик формируют звезды в ламинарном режиме. Никаких вспышек, никакого большого мерженка в массовых масштабах. Спокойная аккреция холодного газа. И вот тут как раз статистика для красного смещения двойка, для красного смещения 2,5. 90% всех галактик сидят на главной последовательности. И только 10% отскакивают вверх, показывая вспышки звездообразования. Неправильно я сказала. Значит, эти проценты относятся не к числу галактик. Эти проценты относятся к вкладу галактик в общие темпы звездообразования. Берем кубический мегапарсек, меряем все звездообразование внутри кубического мегапарсека и смотрим, какие галактики вложились. Вот, 90% всех темпов звездообразования приходит от галактик на главной последовательности. И только 10% всех темпов звездообразования приходит от галактик со вспышками звездообразования. Если мы будем смотреть по числу галактик, процент будет еще более страшный. Только 2% массивных галактик на красном смещении 2 образуют звезды вспышечного характера. Все остальные спокойно сидят на главной последовательности. То есть ни на каком красном смещении вспышечный характер звездообразования не является преобладающим. Z2 – это время максимальной космической интенсивности звездообразования, когда во Вселенной все, так сказать, полыхало изо всех сил. Дальше идут по красному смещению крупные телескопы. Вот это уже совсем свежая работа, трехлетней что ли давности. Дошли до красного смещения пятерка с большими обзорами. Вы видите тут опять же многие сотни галактик. Уже всего только через миллиард лет после большого взрыва. И вот тут наконец вылезли галактики со вспышками звездообразования. То есть главная последовательность тоже есть. Вот она. Но параллельно ей идет распределение галактик с вспышечным темпом звездообразования. Вот это темпы звездообразования пропорциональной звездной массе. Здесь вот специфические темпы звездообразования – это темпы звездообразования, поделенные на звездную массу. И вы видите, что значительная часть галактик, уже не 2%, показывает вспышечный характер звездообразования. Вот на красном смещении пятерка наконец у нас по интегралу сравнялись галактики, которые образуют звезды ламинарно и те, которые показывают вспышки. То есть вот здесь вот мы наконец выползаем не на начало формирования галактик, а, по крайней мере, на ту эпоху, когда достаточно заметными событиями в жизни галактик были слияния и вспышки звездообразования. Вот. И тут я плавно перехожу к эволюции эллиптических галактик, поскольку большой мержинг, как я сказала, это всегда формируется сфероид. То есть, если мы не говорим, что все эллиптические галактики сформированы большим мержингом, то, по крайней мере, мы говорим, что все большие мержинки заканчиваются формированием эллиптических галактик. Вот здесь вот схемка, опять же, из того же источника ЕСА, галереи. Вот. Если у нас сливаются две дисковые галактики близких масс, вот, то у нас получается вспышка звездообразования в центре, очень быстро и эффективная, а потом все затухает и остается от вот этих двух дисковых галактик, остается один большой звездный сфероид. Этот механизм формирования гигантских эллиптических галактик считался доминирующим вплоть до 2010 года. Впервые его предложил Ричард Ларсон, классик, которому принадлежит еще несколько классических сценариев формирования галактик. Вот. Но когда к концу 70-х годов из спектральных наблюдений эллиптических галактик выяснилось, что они практически не вращаются, Ларсон предложил для них сценарий формирования вот путем Большого Мержинга. Тогда это казалось очень подходящая штука, потому что Большой Мержинг решает сразу две проблемы. Во-первых, уносит момент, то есть если у нас изначально каждая галактика, формирующаяся дисковая, обязательно имеет момент, то чтобы в конце концов к современной эпохе получить галактики, не вращающиеся, нам нужно каким-то радикальным образом от момента избавляться. Вот Большой Мержинг — это весьма радикальный способ избавиться от момента. Момент действительно уходит наружу и остается звездный сфероид, форма которого поддерживается хаотическими движениями звезд. Если мы попытаемся измерить какие-то регулярные движения вращательного характера, то у гигантских эллиптических галактик характерное отношение скорости вращения к вот этим вот случайным блужданиям звезд по объему галактики — это 0,2-0,1. То есть преобладают хаотические движения, не вращательные. И вот вся форма гигантской спиральной галактики, они бывают не только шарообразные, они бывают триаксиальные, они бывают сплюснутые такие вот аблейд-сфероиды. Форма эллиптической галактики определяется формой эллипсоида случайных скоростей. Вот у нас есть случайное метание звезд по объему галактики — так, вот так, вот так. Вот форма соотношения характерной хаотической скорости по этому направлению определяет форму вот этой структуры сфероидальной. Вращением считается, что гигантские эллиптические галактики не поддерживаются. Вот опять же, так сказать, обзоры на больших телескопах. В нулевые годы XXI века прошло сразу несколько ковровых фотометрических обзоров на больших телескопах, на VLT, на Subaru, на Gemini. Просто вот на площадках на достаточно больших получались изображения и измерялись характеристики галактик. Фотометрия — полная звездная величина и радиусы. Радиусы эффективные — это мы строим профиль поверхностной яркости и выбираем радиус, внутри которого содержится половина всей светимости галактики. Это эффективный радиус. Вот такие вот ковровые обзоры. Сразу три прошли по нулевые годы. И все три обзора выявили совершенно удивительную быструю эволюцию размеров эллиптических галактик. Дисковых галактик, конечно, на всех красных смещениях больше, но на всех красных смещениях есть и сфероидальные объекты без звезд образования, красные сфероидальные галактики, которые можно назвать эллиптическими. И вот их-то размеры очень быстро эволюционировали во Вселенной, если мы будем смотреть на красное смещение. Вот до красного смещения двойка-тройка набрали хорошие выборки, и оказалось, что на красном смещении двойка гигантские эллиптические галактики были примерно в пять раз меньше по размерам, чем сейчас. Значит, масса, заметьте, одна и та же — 10 в 11, 2 на 10 в 11 — самые гигантские. А размеры 10 миллиардов лет назад были в пять раз меньше. Если вы прикинете, что у нас размер, так сказать, это 1,5, объем будет 1,125. То есть упаковка звезд в объеме, плотность была на два порядка выше тогда. И это всех привело в крайнее изумление. Вот эти картинки как раз сопоставляют. Тут радиус сопоставляется со звездной массой, а тут плотность сопоставляется. Плотность внутри килопарсека и где-то тут была средняя плотность. Да, плотность внутри эффективного радиуса сопоставляется со звездной массой. В принципе, так сказать, есть корреляция размер массы. Вот значки такие, пустые квадратики — это для ближней Вселенной. Вот есть корреляция размер массы. Чем больше масса, тем больше размер. Но гигантские галактики, эллиптические на красном смещении двойка, 2 и 3 в данном случае, они падали вниз от этой корреляции. И была поставлена, естественно, задача нарисовать эволюционный трек, чтобы вот эту галактику 10-11 миллиардов лет назад за эти 10 миллиардов лет назад посадить на современную корреляцию. Заметьте, это галактики без звездообразования. То есть нельзя образовать в них звезды, допустим, и сделать размер больше, как в спиральных галактиках ползет звездообразование по радиусу. В этих галактиках звездообразования не было уже 11 миллиардов лет назад, нет его и сейчас. А нужно что-то с этой галактикой сделать, чтобы увеличить размер, не сильно увеличив массу. И вот тут оказалось, что сценарий Большого Мержинга не годится абсолютно, потому что при Большом Мержинге размер растет пропорционально массе. Вот эта синяя стрелка. И если мы для современных гигантских эллиптических галактик включим этот механизм, то мы убедимся, что мы не можем связать вот эти галактики 10 миллиардов лет назад в одну эволюционную цепочку с современными гигантскими эллиптическими галактиками. Массы не хватает у современных галактик. И вот так вот к 2010 году рассыпался такой популярный сценарий формирования гигантских эллиптических галактик. Почесав, значит, тут три механизма нарисовано разными цветами. Вот expansion — это мы можем раздуть активным ядром. То есть если мы внутри гигантской эллиптической галактики включим квазар, то да, энергия будет впрыскиваться, система будет расширяться. Вот. Но этот сценарий тоже забраковали, потому что статистики не хватает активных ядер. И потому что активное ядро всегда связано со звездообразованием. А звездообразования вот в этих галактиках точно нет. Вот. Поэтому, в конце концов, в конкурсе трех сценариев победила зеленая стрелочка. Это сценарий множественного малого мерджинга. То есть при множественном малом мерджинге размер растет пропорционально квадрату массы. Масса растет немного, а размер растет как квадрат массы. Вот. Для того, чтобы посадить галактику вот эту черненькую 10 миллиардов лет назад на современную масштабную зависимость, нужно примерно 6-8 спутников массы 10% уронить на хозяйскую галактику. При этом у спутников, к сожалению, не должно быть газом, чтобы не было звездообразования. Так называемый сухой мерджинг, множественный и малый мерджинг, вот как раз делает правильную эволюцию размера. Тогда мы садимся куда надо. Это современная схема эволюции гигантских эллиптических галактик, на которой все согласились, и космологи, и астрономы. Значит, большой взрыв в течение первого миллиарда лет, я вам упоминала красное смещение пятерка, тут написано мерджинг. Вот в первый миллиард лет мерджинг наблюдениями позволен. Сливаются многочисленные клочки по закоулочкам. На самом деле студентам на шестом курсе, когда я считаю более развернутую картину эволюции, и одна из первых лекций посвящена, на самом деле, ранним сценарием Ларсена под названием «Монолитный коллапс». Я говорю, что вот этой надписи мерджинг верить не надо. На самом деле это классический монолитный коллапс. Сливаются газовые сгустки. Из-за гравитационной неустойчивости формируются газовые сгустки с джинсовской массой, это 10-6-й массон. И вот тут вот они сливаются, они действительно сливаются, ничего нельзя сказать, но это не звездная система. Это в основном газ. Он сливается в одно протогалактическое облако, в котором проходят очень эффективные звезды образования. Эти галактики отождествляются с субмиллиметровыми галактиками Dusty Burst, Starburst, когда все звездообразование с темпом несколько сотен массонцев в год проходит в очень компактной области размером 1 килопарсек, и все это сидит внутри полевой оболочки, потому что металличность уже солнечная, вот на Z5. Проходит мощная вспышка звездообразования, и формируется звездная система массы 10 в 11-й масс Солнца и размером 1 килопарсек. То, что нужно. Единственное, что мучает при этом космологов, надо остановить звездообразование в этой системе быстро. Вот для этого в ней зажигают квазар. Качественная – это очень хорошая идея, богатая идея, потому что мы знаем из наблюдений, что масса центральной черной дыры пропорциональна массе системы. Чем массивнее галактика, тем массивнее ее центральная черная дыра. Значит, если мы напитаем газом эту черную дыру, мы подпитаем, а при активной вспышке звездообразования у нас всегда есть вот этот вот газ, который сбрасывается на центр, теряет моменты, сбрасывается на центр. Если мы запитаем эту сверхмассивную черную дыру, то чем массивнее черная дыра, тем больше энергетика. Чем больше энергетика, тем быстрее и эффективнее остановится вспышка звездообразования. Мы получаем ту наблюдательную корреляцию возраста звездной системы с массой, отношение магния к ферруму с массой, которые наблюдаются, и у космологов до этого никак, ну вот совсем никак не объяснялись. Если мы включаем фидбэк от квазара, то да, все получается. У нас на красном смещении двойка, остается компактная сфероидальная звездная система с большой звездной массой с размером 1 кПс без звездообразования. И вот дальше все 10 миллиардов лет на нее валятся спутники без газа. И тогда сегодня мы получаем то, что надо. Мы получаем эллиптическую галактику сфероидальную с характерным размером 4-5-10 кПс. Размер увеличился исключительно за счет множественного сухого малого мержинга. Это картинка для иллюстрации того, что если уж вспыхнул квазар, то он своим могучим джетом действительно может греть газ и останавливать звездообразование. Почему идея с квазарами хорошо пошла в народ? Потому что действительно массовый вылет квазаров состоялся как раз на красном смещении двойка. Вот тогда, когда надо. Вот надо нам было остановить вот здесь звездообразование. Вот тут действительно мы наблюдаем резкое увеличение количества квазаров во Вселенной. Поэтому, в принципе, все сходится. Ну и в оставшиеся пять минут пара слов про черные дыры. Черные дыры сидят в центрах галактик. На больших красных смещениях мы видим их активность как квазаров. В современную эпоху мы иногда видим сейфертовские ядра или радиогалактики, но чаще всего эта центральная черная дыра никак себя не проявляет в излучении. Вот сидит что-то там темное, гравитирующее, но не светит. Потому что есть проблемы с тем, как запитать эту центральную черную дыру газом. Но есть индустрия измерения масс таких центральных черных дыр по гравитационному воздействию этой центральной черной дыры на окружение, на движение звезд, на вращение газа в центре. И сейчас уже несколько десятков галактик промерено, измерены массы центральных черных дыр и установлена вот та самая замечательная корреляция между массой центральной черной дыры и массой сфероидальной компоненты галактики. Если это эллиптическая галактика, то это полная звездная масса галактики. Если это спиральная галактика раннего типа, то это масса Балджа. Когда нашли эту корреляцию, то опять же космологи очень вдохновились. Это были нулевые годы. Стали вылупливаться многочисленные сценарии, как эволюционируют вместе галактики и центральные черные дыры. Вот тогда еще все очень любили Большой Мершинг. Берем две галактики, сливаем. Масса продукта в два раза больше, чем масса исходных сливающихся объектов. Но потом сливаются их центральные черные дыры, и получается большая черная дыра с массой тоже в два раза больше. И вот так вот они все сливаются, 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 и идет эволюция. И все время сохраняется пропорциональная зависимость между массой центральной черной дыры и массой галактики. И все было совершенно замечательно. Но опять же все подпортило развитие наблюдательной техники и крупный телескоп. Уже в последние лет пять набралась статистика квазаров на красных смещениях больше шестерки. Сейчас уже известно порядка двухсот квазаров на красных смещениях больше шестерки. И были оценены их массы. Можно, по крайней мере, поставить нижний предел массы, потому что квазары у нас не могут излучать на светимости больше девятоновской. Поэтому, если мы померили звездную величину, по крайней мере, нижний предел массы мы можем оценить. И вот оказалось, что квазары на красном смещении больше шестерки имеют характерные массы миллиард солнечных масс. Или больше. А вот как рядом с нами. Вот у нас сидит там в М-87 черная дыра 6 миллиардов солнечных масс. И вот точно такие же массы черных дыр наблюдаются на красном смещении больше шестерки, когда Вселенной было 0,7 миллиарда лет. А галактики, вообще-то, у них совсем маленькие. Сначала пытались объяснять это эффектом селекции. Мы можем видеть только отдельных самых ярких монстров. Но потом оказалось, что, вообще говоря, статистика уже сейчас такая, что мы видим и слабые объекты тоже. Но вот функция светимости квазаров, она эволюционирует не то, чтобы перекашивается как-то, она плоско-параллельно эволюционирует. Да, мы меньше видим объектов на Z6, чем на Z4, но мы видим и слабые, и яркие в той же пропорции, что и на Z4. И вот оказалось, что на больших красных смещениях отношение массы черной дыры к массе галактики заметно больше, масса черной дыры к массе галактики заметно больше в несколько раз, чем в современную эпоху. В современную эпоху это где-то 0,2 процента, 2-3 тысячных. На красном смещении больше шестерки это больше процента, в среднем, до 20% в отдельных объектах. То есть совершенно нечувствительным образом в последние несколько лет стало ясно, что на самом деле сначала во Вселенной сформировались сверхмассивные черные дыры, а потом уже вокруг них начали нарастать галактики. И вот это, конечно, опять же была полная неожиданность. И сейчас на глазах идет перестройка сценариев эволюции, совместной эволюции галактик-эквазаров, которая предполагает, что все-таки первичным процессом было именно формирование сверхмассивных черных дыр. Ну вот, на этом я, пожалуй, закончу. То есть... Продолжение следует...